еще есть у нас такая минутка в сезоне это инструментальное осемнение которое мы начали практиковать еще на басике то бишь это не только мы занимаемся мы занимаемся сейчас на басике ключевые моменты это подководство от водки мед и вот сейчас еще добавил 4 единица это инструментально семянная матки почему это началось приняло решение во первых меня соловьев Сергей очень сильно вот такая конкуренция здоровая подстегнула я же не привык просто так сдаваться я купил тоже станок ну и как-то пошло пошло и мы начали заниматься инструментальным осемнением потому что племенного материала проворачивается очень большая масса где-то скажу честно попадается не хороший материал но есть выдающийся материал которая материнки которые ну они просто бомбы нам нужно сохранить и приумножить материал для дальнейшей на нашей завтрашней работы чтобы мы были уверены не всегда получается передавать хорошие вопросы получается но тем не менее мы делаем нормально но есть есть хорошие результаты получаются когда просто мы сохраняем наше ясно полезные характеристики следующий слайд ну и кратенько я скажу пуганова приезжал вот с этого мгновения начались мои инструментальные все мнения и мне уже мед получать разводить пчелу мне уже не интересно скажу честно интересно посидеть поковыряться потому что уже набегался следующий слайд таким образом отходит есть два путя опять два путя понимаете отбор от трутня то бишь у нас за решетин литок и лежит здесь на решетка на гнезде сверху магазинные наставки могут стоять они стоят чаще всего они стоят выход трутня полностью заблокирован и трутинг дозревает без вылета в гнезде можно отбирать трутни двумя путями ну ручную либо уже специальным вот этим вот ловушкой вот видите да рамка стоит на ней там сейчас она не видно но тем не менее там есть трутень и мы берем просто пуль и его же ну бросаем в отверстие рукав трутень за счет рукава не может выскочить следующий слайд а есть способ решетку мы отодвигаем плохо наверное не покажу отодвигаем заставку видите вкладыш снизу ну сбоку решетку сдвинулись на решетку с гнезда поставили этот контейнер шестирамочный корпус и закладка вынимается соответственно мы даем трудни вылететь вверх трутень вылетает вверх начинает облетываться мы набрали столько ну трудни сколько она нужно забегаем закладку трутень готов ему нужно обретаться чтобы можно было более министеринно работать если много следующий слайд вот это помощница на следующий год уже будет инструментарным всеми ним заниматься следующий слайд если ты немного отобрали в этом году было кто знает ножка дологи трутень тяжело больше тридцати минут как правило не желательно лежать потому что теряется и сперма и уже не только количество спермы по трутня то бишь мы было принято решение газовая трутня то бишь трутень спит когда нам нужно чтобы трудни уже видим что у нас заканчивается сперма ну не сперма а трутень заканчивается мы берем часть трутни помещаем в наш облетник он очухивается полетала под лампой мы берем его и опять продолжаем убирать сперму большими дозами следующий слайд отбор спермы вот таким образом происходит да это все наши фотографии из интернета следующий слайд хранение спермы в этом году было опять же я массово начал в этом году заниматься инструментальным всеми ним и было не всегда получается взять сперму не всегда есть когда сперма есть и сперма нет но осенять нужно всегда то бишь нужно было принять решение как его хранить я принял для себя вот такие китайские пробивки делали набирались первым делали воздушные подверки физрастворы закупоривали воском то бишь с одной стороны чтобы в первом боялся что не выйти кит но это было до того как мы познакомились с крыльком в этом году будем в следующем году делать по-другому вот и и уложим его в обычный холодильник перед тем как туда помещать капилляры мы дезинфицируем в следующий слайд пробивку ну и вот сам процесс инструментального осеннения раздвигается камерная жала и входит капилляр вводим в среднем по 6 мкл это чтобы набрать одну сперму где-то надо 6-8 трубин уже именно спермы потому что есть не всегда получается такой что каждый трубин со спермы следующий слайд ну после инструментального осемнения матку осеменили сразу же буквально через 15 минут ту же самую матку которая была неплодной мы вложим в отводок и видите с правой стороны как матки с левой стороны как пчелы идут уже на матку и в конце финиша уже у нас вот такой расплод появляется следующий слайд с такого расплода в принципе мы отбираем матку проверенный в большинстве ну не всегда такой красивый конечно этот еще немножко но две недели три недели матки поработали в принципе вот такой приблизительный расплод на матке выписывается паспорта так как мы уже состоим в системе пятигривер помните да какими трудами мне пришлось приехать привезти племенной материал сейчас мы стоим в системе пятигривер европы и мы это уже сертифицированный племенной материал где контролируется полностью нам и полностью папа ну Сергей целое вам больше расскажет наверно про это что мы будем делать в следующий слайд и и и и и и и и